МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости в студии Джамиля Шарипова. Уснул за рулем. Крупное ДТП в Хасаветовском районе унесло жизни троих людей. Кому мешают метаны? Автобусы эконом-класса могут исчезнуть с междугородних линий. Зеленые километры к акции присоединились учащиеся школы Ватан и именитые спортсмены. Тяжелое ДТП в поселке Татурбийкала под Хасавертом. Произошло столкновение пассажирской газели, легкового автомобиля Лада Приора и большегруза КамАЗ. В результате ЧП погибли водитель и два пассажира-легковушки. Кроме того, в больницу с различными травмами доставлены еще два человека. На месте происшествия работают эксперты ГИБДД. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем жителям и гостям республики с просьбой не нарушать правила отдыха, режима труда и отдыха. И в случае, если вы чувствуете себя усталшим, просто остановитесь и отдохните безопасно для этого места. Нейтрализованные накануне в Дагестане боевики опознаны. По данным оперативного штаба НАК, они причастны к вербовке молодежи в ряды ИГИЛ. Установлено, что члены НВФ планировали совершить нападение на один из объектов религиозного культа и сотрудников полиции. Напомним, 11 января группа неизвестных лиц, передвигавшиеся на авто седьмой модели, попытались напасть на сотрудников ДПС. Во время преследования указанная машина была обнаружена вблизи селения Агачаул. В результате боеконтакта трое преступников были нейтрализованы. В автомобиле были найдены два автомата, пистолет и боеприпасы. Угроза банкротства и финансовый ступор. Автобусы НИФАЗа или, как называют их в народе, метаны, возможно, скоро исчезнут с городских линий. Единственный в республике транспорт, перевозящий людей от Каспийска до Махачкалы и по пригородным поселкам. Всего за 10 рублей под угрозой закрытия. Почему, разбиралась Патимат Ханапова. Более 30 этих больших вместительных автобусов в день стабильно перевозят около 35 тысяч пассажиров. Так называемые метаны соединяют Махачкалу с пятью пригородными поселками. Сулак, Шамхал, Шамхал-Термен, Богатыревка, Кривая Балка, а также городом Каспийск. Теперь для жителей этих населенных пунктов добраться до столицы всего за 10 рублей вмиг может стать фантастикой. Нам досталось очень плохое наследство. Были очень большие долги, которые сдали бывшим руководством. И фактически предприятие было подано на банкротство. Вот сейчас процессы идут у нас в судах. Мы всячески хотим доказывать, что предприятие может существовать. До банкротства предприятие довел бывший руководитель Шамиль Диберчуев. На данный момент на него заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Еще в 2017 году сотрудники ПАДП-2 жаловались на незаконные действия Диберчуева. Обвиняли его в расхищении средств. Очень нужны эти автобусы для студентов, для школьников. Ну, например, школьников в день бывает 20, 30, 40, 50 человек их боят, этих школьников, на каждом автобусе. Даже мы у них проезд не берем, потому что нету у народа денег нету. Но платить даже 10 рублей нету. Мошенническая схема должна была разорить транспортную компанию. Прогорание грозило еще в прошлом году. Тогда автобусы начали продавать по мизерной цене в счет погашения долгов. Однако дело вмешался глава Дагестана Владимир Васильев и потребовал возвращения транспорта на баланс государства. Несмотря на это, финансовые проблемы сохранились и угроза банкротства преследует предприятие до сих пор. Автобусы метаны – это единственный транспорт в Махачкале, который социально ориентирован. Здесь даже установлены специальные пандусы, которые открываются при необходимости. Отсутствие бюджетного социального транспорта действительно прежде всего ударит по простому населению. Ведь в большинстве своем жители довольны метанами и даже предпочитают их другим средством перевозки пассажиров. – Честно сказать, для населения будет чуть-чуть хуже, потому что, например, метан в Каспийск ездит за 10 рублей. Чем на маршрутке ехать, отдавать там 35 рублей. Хоть это мелочи, но все же не у всего населения сейчас работа есть, деньги есть. – Во-первых, дешевле, а во-вторых, там и сидеть можно, и держаться можно. – Более бюджетный вариант, будет плохо, если не будет. Все-таки удобнее, так ездить на остановке, и дешевле. – Для мамочек, кто с колясками, удобно очень. Можно, например, до Каспийска легко просто доехать за 10 рублей. Поэтому, да, немножко медленно ездят, но мне кажется, это не помеха. Пускай остаются. Это только удобно, мне кажется. – Я думаю, что это плохо, потому что малоимущие, наоборот, это очень удобно на этих автобусах ездить. А так, конечно, должен быть разнообразный транспорт. Не обязательно все зачищать и оставлять только одни маршрутки. Я думаю, все виды транспорта должны присутствовать. Озеленение столицы республики продолжается. Почти каждый день в рамках акции «Зеленые километры» на территории духовного центра имени пророка Исы приходят добровольцы, чтобы посадить дерево на месте будущего парка. В этот раз ими стали воспитанники образовательного учреждения «Ватан». Абдулла Алиев с подробностями. – Школа «Ватан» – это счастье! – Школа «Ватан» – это радость! – Школа «Ватан» – это знание! – Школа «Ватан» – это мы! – Вот так бодро, несмотря на холод, юные ученики школы «Ватан» вносят свой вклад в экологию республики. Работа не даст никому замерзнуть. Около 300 детей вместе с учителями и родителями решили поддержать акцию «Зеленые километры». – Дети участвуют в этой акции, у них формируется и любовь к родине, и любовь к окружающей среде, к экологии. Дети, которые участвуют, сажают растения, они соприкасаются с землей, а значит, они никогда не будут разрушителями или потребителями, они будут творцами и созидателями. Поддержать ребят в их благом деле на место будущего парка прибыл руководитель департамента образования и науки муфтиата Мурат Шафиев. По его мнению, подобные акции приучают детей ценить природу и бережно к ней относиться. – Отрадно, что в этой акции принимают участие как школьники, родители, преподавательский состав и администрация школы. И, на наш взгляд, данная акция, она очень важна, поскольку подрастающему поколению важно прививать такие ценности, и такие примеры, они будут полезными в будущем, в жизни. Ответим, что воспитанники образовательного учреждения «Ватан» – первый из учеников школ, отозвавшийся на участие в акции. Несмотря на свой юный возраст, дети серьезно подошли к делу и ни на что не отвлекаясь, довели работу до конца. – Мы ученики школы «Ватан» сегодня пришли сюда принять участие в акции по посадке деревьев «Зеленые километры». И хотим объявить эстафету, то есть передать ее другим образовательным учреждениям нашего родимого Дагестана, любимого Дагестана. Абдулла Алиб, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В этот же день место строительства духовного центра посетили известные спортсмены. Они ознакомились с масштабами проекта и были впечатлены увиденным. А чемпион мира по вольной борьбе Курмагомед Курмагомедов решил внести свой вклад в богоугодное дело, подарив центру свой автомобиль марки «Мерседес», на котором он приехал. Гости также приняли участие в посадке деревьев на территории будущего парка, прилегающей к мечети. Я сегодня первый раз приехал, очень был удивлен, какие масштабные работы у них здесь. И сегодня мы с братьями посадили деревья, и дальше будем за ним ухаживать тоже. Хочу сказать, я был в многих странах, но такую большую мечеть я не видел. Машалавра. Миша Аллах, до конца. Это была вся информация к этому выпуску. Всех благ вам и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok